В преддверии 9 мая в особом порядке работали нотариальные конторы Брестской области. Опытные специалисты отвечали на все вопросы, которые волнуют брещан по телефону или в ходе личного приема. К слову, в офисах нотариальных контор строго соблюдают режим социального дистанцирования и другие меры профилактики. Благотворительный марафон продлится до конца этого месяца. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции Белорусской нотариальной палатой было принято решение по организации удаленного консультирования бесплатного всех граждан, которым необходима помощь нотариусе. То есть у нас все нотариальные конторы и бюро Республики Беларусь, в том числе, конечно, Брестского нотариального округа, определили графики, по которым они будут консультировать бесплатно по телефону или посредством видеосвязи всех граждан, которым необходима помощь нотариусе. В целях поддержания работников здравоохранения, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, эти работники освобождены от уплаты нотариального тарифа за ряд нотариальных действий. Нотариус сможет проконсультировать по любым волнующим вопросам, как составить завещание, удостоверить брачный договор или договор отчуждения недвижимости. Чаще всего, конечно, приходит консультироваться по теме наследства. С юридической точки зрения, эта тема является наиболее сложной, требующей большего внимания. И вот почему. Позвонила мне девушка и спрашивает, у нее умер отец, значит, у него повторный брак, и он прописан в квартире, проживает вместе со второй своей супругой. Квартира числится на супруге, его дочку вот интересовало, есть ли у папы доля в этой квартире, может ли, чтобы, ну, она как бы хотела претендовать на это имущество, я понимаю так. Конечно, я ей ничего ответить не могу, потому что неизвестен способ приобретения этой квартиры, как эта квартира приобреталась, когда она приобреталась. Вот и получается, на что-то ты можешь ответить, например, какие там документы, в какой мне срок нужно обратиться, куда обратиться. Ну, это, конечно, элементарно. А вот уже такие детальные, кто участник приватизации, доли участников, тут, конечно, уже нам нужны документы, без них мы тут, ну, никак. Между тем, представители нотариального сообщества говорят, что работа, которая проводится по повышению правовой культуры горожан, дает свои плоды. Раньше, например, очень много было вопросов, когда люди приходили для того, чтобы только выяснить, в какую инстанцию им нужно обратиться. Сейчас таких вопросов гораздо меньше.